Я учитель информации в школе 153 и представляю вам свой мастер-класс. Хочу начать с одного вопроса, который я с вами делаю детям. Это что такое информация? Видишь, что у меня сейчас вообще не будет информация? Информация – это те средства, которые мы получаем из окружающей среды, с помощью органов чума. Наши знания, которые мы получаем, они должны быть в основном ресурсом. Каким образом они преобразуется в ресурс? Конечно же, с помощью определенных действий, которые происходят с информацией. Мы с вами все проживаем именно эти четыре действия с информацией. Это создание и получение новой информации. Это обработка, сохранение и соответственные передачи. Тогда возникает вопрос, почему сейчас, в современном обществе, мы с вами испытываем непонимание информации или неправильную ее интерпретацию? А ответ достаточно прост. Кажется, все просто в степени. Мы четыре действия. Но ответ у нас один. Так как у нас увеличивается объем информации, мы можем сказать, что в информационном обществе, который мы сейчас представляем, у нас было верно в год файлов и какие-то чипы непонятные. Вот, например, слово проиллюстрировать. В рамках задания ОКЛИ, например, общество знает, мы, взрослые люди, воспринимаем это слово опосредственно. А ребенок воспринимает это буквально. И, соответственно, что мы получаем на картинке. Задание было назовите, проиллюстрируйте примером, не будет ли призадаться. Ребенок берет и буквально в смысле иллюстрирует нам соответствующие задания. Я написала сейчас типичные ошибки именно расприятия информации или понимания, ну, пообщавшись с учителями русского языка и так далее. Скажите, вы можете предложить мне, например, из жизненной ситуации, из вашей педагогической практики, когда неправильная интерпретация слова приводила, или уникальное значение слова приводило к каким-то последствиям. Есть ли? Слово приведите, если есть. Ну, например, бессмысленно, что вы понимаете? Да, два значения одного и того же слова, и Финк может применить, соответственно, по-разному. Сейчас, для того, чтобы это проиллюстрировать, я вам предлагаю проиграть со мной в игру. Представьте, что вы корректор и работаете издательством. Вам нужно составить статью и отредактировать статью в соответствии с заданием, которое вам предоставил редактор. Все ваши задания прописаны в пакете, да, в данном, который у вас на словах. И вы должны это сделать для разных видов журнала. И, соответственно, продемонстрировать, что у вас получится. Пожалуйста, читайте задание и попробуйте его выбрать. Спасибо. 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 И обязательно что? Проигрывала для себя конечный результат. Чтобы я понимала. Скажите, вы теперь, вместо моих учеников, что вы проигрывали? Как эту ситуацию проигрывали? Что вы получили? Получили какие-то знания? Вы сможете их применить в детстве? Да. Вы, по самом деле, что делаете? Вы применили все эти знания, которые вы имеете сейчас для способа решения этой моей проблемы. Изначально поставили. Ну и последняя рефлексия. Вы должны себя отценить в этой игре и сказать мне тему в жизненной ситуации. Можете себе применить данную технологию или данный кейс, который я вам представила. Ну, где вы? Ну, тогда вы уже не порадовались. Синонимы. Определение подбирает, да? Понадобились. Да. Это важно. Завершая свой мастер-класс, я бы вам хотела сказать, что каждый ученик имеет какой-то определенный по вашему портфель. И он каждый раз, проживая те или иные жизненные ситуации, он что делает? Он наполняет свой портфель этими ситуациями. И он с каждым годом или с каждой проживой ситуацией становится все больше и больше. Я бы сегодня хотела вас спросить. На сегодня свой педагогический портфель, какими ситуациями вы напомните? Что вот сегодня исходя из моего рассказа вам о этой технологии? Какие же вы могли проблемы поставить перед детьми и наполнить свой педагогический? Ну, подождите. Да, не информация. Используем. Ну да. Ну да. Ну да. Это одно и то же, да? Скажите, вы, наверное, разным запросам, не знаю. Вы можете мой кейс сейчас, который уже возглавлен, именить на каждом из урок? Только подобрать текст, да? Да, конечно. Кто, например, приведите? На русском языке. 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 Скажите, вы можете сказать, что вы сейчас подобрали свой портфель, по поводу и тем словам голоса? Не то, что могут, да? А именно вы можете свой кейс пополнить какими проблемами на каждом из них. В принципе, у меня всё. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.